Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы снова в эфире. Сегодня у меня новый напарник Артем Липин. Вадима Родионова судьба кое-то забросила. Добрый день. Сегодня у нас такая интересная тема. Все мы знаем, кто такие «Чайлдфри». Люди, которые по неким принципиальным соображениям не хотят иметь детей. Ну и от того, что их право, никто им не может от этого отказать. Почему они это делают? Это личное дело каждого. А вот что делать с людьми, и вообще что это за идеи, движения, люди, которые в принципе считают, что никто не должен рожать детей. Дети вообще не должны рождаться на свет. Есть даже такая организация «Движение за добровольное исчезновение человечества». Я нашел такую в интернете, в которой есть своя программа, своя теоретическая база. И они искренне объясняют, почему так должно быть. Поэтому сегодня мы поговорим, во-первых, о том, что это за движение, что называется антинатализм, который, как выяснилось, имеет достаточно древние корни. И, во-вторых, дальше о том, почему конкретные люди выбирают для себя принципиальную позицию об отказе человеческого существования. Телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Если вы хотите что-то спросить или высказать свое мнение по этой теме, то, пожалуйста, звоните, пишите. Будем рады пообщаться с вами. С чего начинается антинатализм? На самом деле, где-то в глубокой древности. Все, наверное, из школьной программы помнят, был греческий ученый и философ Демокрит. Жил он примерно за полтысячелетия до нашей эры. Некоторые считают его отцом современной науки. По крайней мере, он первым сформулировал атомарную теорию, чем он прославился на века и тысячелетия. Ну и у него были тексты, где он вполне для многих наррационально объясняет, что зачем иметь детей. Плюсы этого сомнительны, а минусы очевидны. Это масса хлопот, это масса расходов, это совершенно негарантированный результат, в то время как отсутствие детей дает тебе душевное спокойствие. И в общем, в итоге он призывал к тому, что можно, например, заботиться о детях своих друзей. Потому что они тоже дети и тоже заслуживают свободу. Но это тебя не ограничивает ни в чем. Это исключительно результат твоей доброй воли, не недолго. И поэтому Демокриту, очевидно, его интеллект предполагал, что ему больше надо заниматься наукой, чем детьми со всеми их разнообразными физиологическими, физиологическими проблемами. Звучит весьма разумно, если так, со стороны. Смотря на какую стороны, конечно. Если теоретические части антинатализма, это Мелька, Тилшопенгауэра, и большое количество современных философов. Какой бывает антинатализм? Во-первых, есть антинатализм с позиции экологической. То есть, мнение о том, что человечество очень вредит окружающей среде. Опять-таки, справедливое мнение. Да. Вопрос выбора между существами человечества и экологической среды очень интересный. То есть, мы рождаем детей, это требует... Человечество растет, это губит экологию. Поэтому лучше никого не рожать. Если человечество потихоньку исчезнет, то земля, земная природа зацветет во всей своей первозданной красе. Что вряд ли, конечно. Во-вторых, есть огромные количества концепций, ну, таких, скажем так, нравственных, где доказывается, что иметь ребенка безнравственно и нечестно в первую очередь по отношению к самому ребенку. Есть целый ряд современных философов, которые долго и активно убеждают, что родиться на свет скорее несет за собой страдания, а плюсы весьма сомнительны. Что, выпуская ребенка на свет, без его разрешения мы совершаем преступление противосвободной воли. Это не важно, что он не имел возможности ее высказать. Но раз он не высказал, мы не имели права выпускать его на свет. И под эту концепцию подводится огромная теоретическая база. Я не буду утомлять слушателей этими выкладками, но все мне кажется, что философ, который посвятил просто тома обоснования того, как безнравственно выпускать ребенка в этот мир, по идее, если он честен с собой, должен был бы как можно быстрее постараться уйти из этого мира. Вот это как раз да, мой вопрос. Чтобы восстановить справедливость. И не только самому уйти, но и других людей тоже к этому мотивировать. Раз уж это так безнравственно жить, то... Собственным примером. Да. Но почему-то философы не спешат этому предаться. Философы, по крайней мере, яростно призывающие к восстановлению справедливости и честности, не выпускать денег в этот страшный мир, предпочитать жить ему комфортно, издавать свои труды и вовсе-то наслаждаться всеми радостями этой жизни, хоть это и нечестно по отношению к ним. Кстати, по-моему, несколько раз мелькали прецеденты, когда человек подавал в суд на собственных родителей за то, что они родили его на свет, в этот ужасный мир, не спрося его на то согласие. А у нас тут как раз есть звонок. Может быть, кто тоже выскажется. Здравствуйте. 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 Меня Аркадий зовут. Господа хорошие. Ну, во-первых, приветствую вашего гостя. Иногда очень интересно послушать его рассуждения, но вообще понедельник день тяжелый, и как-то вот вы тяжелого дня начинаете затрагивать такую тему. Вообще, я считаю, что вот в отношении людей, сейчас не будем конкретно указывать имена, потому что их нет, да, я считаю, что это секта, которая выступает против рождения детей, то есть это противоречит, ну, может быть, каким-то философским течением она и соответствует, но, в общем-то, будем говорить так, учитывая, что в Латвии смертность превалирует над рождаемостью, то эта тема такая не очень приятная, ну, по крайней мере, для меня это точно, я не знаю, как остальные слушатели к этому отнесутся, но Баба-Яга против такой темы в понедельник. Спасибо за ваше мнение. Ну, что делать, у нас, к сожалению, не развлекательный аспект передачи, если вам грустно, вы можете набрать в Ютубе Жванецкого, Петросяна, еще кого-нибудь, и наверняка они залатают причиненные нами душевные раны. Но я как раз хотел спросить по поводу вот какой аспект затронут, потому что в начале передачи вы упомянули движение за добровольное исчезновение человечества, которое упоминается часто в связи с антинатализмом, целью которого является, да, полное отсутствие людей на Земле, но есть еще движение за оптимальную численность населения, которое призывает лишь временно остановиться или сократить, как у них, согненных, остановить на двух. То есть они предлагают уменьшить количество людей на Земле до 5 миллиардов. У них, по их выкладкам, это от 3 до 5 миллиардов оптимальное число людей. Вот, и держаться на таком уровне. Но ведь это тоже своего рода антинатализм, то есть такое научное обоснование, сколько людей должно быть на Земле, и что мы сейчас превысили этот предел. Во-первых, сколько людей будет на Земле, никому неизвестно, потому что периодически история и природа вносят свои коррективы с помощью эпидемии, войн, стихийных бедствий и тому подобных вещей. Где-то я прочел выкладки, что считают, что со временем в силу снижения рождаемости и так далее человечество, земное население стабилизирует где-то на уровне 11 миллиардов. Да, я тоже такое читал. Поэтому по этому поводу дают споры, насколько Земля способна все это прокормить. Насчет регулирования рождаемости, ну, тут антинаталисты, наверное, не первые. Мы вспомним пример Китая, где долгое время было запрещено иметь больше одного ребенка с жестокими мерами за это. Не так давно побывал во Вьетнаме, где сказали, что нет закона, который запрещает. Но если у тебя рождается больше двух детей, тебе как-то общество всячески опосредованно выражает свое неодобрение. Ты, скорее всего, не сделаешь карьеру в госструктурах, тебе будут всячески осложнять жизнь. То есть, покажут, что не должен был так поступать. Но ведь это разный контекст. Вот наш слушатель только что говорил про Латвию. И, например, да, действительно, Европа, Америка, страны первого мира, скажем так, они страдают от депопуляции. То есть, становится меньше и меньше. А страны второго и третьего мира, особенно Китай, Индия, Южно-Восточная Азия в целом, у них, наоборот, этот прирост населения очень большой, слишком большой. Вот как-то нет равенства между странами. На самом деле, ну, во-первых, я думаю, что я не встречал отфейских антинаталистов. Ну, вот именно. Мы и так прекрасно с этим справляемся, без помощи антинаталистов. Во-вторых, честно говоря, кроме стран, которые, как Китай, пытаются или пытались законодательно регулировать количество детей, и, по-моему, обнаружили в итоге, что количество пенсионеров значительно превосходит количество молодежи, если тоже что-то надо делать. Но, во-вторых, если мы посмотрим антинатализм, это удел двух групп людей. Или это философы, а философы всё-таки люди теоретического склада, или это отдельные группы, людей, которые тоже, на самом деле, достаточно невелики, и те, и другие, мне кажется, не оказывают никакого решающего влияния на человеческую историю и на количество людей на Земле. Это, кажется, интересно, как подход и как идея. Во-первых, зная, какие странные теории воплощались на протяжении человеческой истории и в жизни. Мы не можем... Кстати, мы сейчас... Я хочу вернуться к этим теориям. У антинатализма есть очень интересные исторические предшественники. Если во времена моей юности, кто помнит, была популярная книжка «Анжелика», «Анжелика маркиза ангелов» и так далее, «Ан и Серж Голон». Такой, вполне себе, бульварный романчик из истории. И там присутствовал романтический герой Жоффрей де Пейрак с юга Франции, который в дискуссиях с католическим священником упоминал альбегойскую ересь, катарскую ересь так называемую, которая как раз в юге Франции присутствовала, в свое время очень расцвела, и в итоге Папой Римским был назначен крестовый поход для подавления этой ереси, которая была искоренена весьма кроваво. Так вот, «Северить тому роман» — это просто были некие инакомыслящие, которые были уничтожены католической церковью просто из-за борьбы за власть и так далее. Катарская ересь, или альбегойская, потому что был такой городок Альби, где они концентрировались, была совсем не так безобидна. Она относилась к большой группе религиозных доктрин, которые считали, что мир, таков, каким он создан, полный боли, полный несчастья и смерти, не мог быть создан Богом. Что эта концепция глубоко неверна. что Бог — существо надмирное, а мир был создан или дьяволом, или существом, которое они называли демиург, который тоже обладал весьма схожими с дьяволом чертами. Вот что проповедовали катары, что этот мир, полный греха, насилия и боли, должен быть покинут людьми. И вот тогда, во времена катаров, велась активная проповедь, что люди должны отказываться от плотской жизни, люди должны отказываться от сексуальных отношений, и уж тем более от деторождения, что как можно быстрее человечество могло отправиться в высшие миры и покинуть эту землю. Вот такие вот у нас оказались интересные предшественники. Ну вообще очень интересно, я только сейчас об этом задумался, потому что, ну известно, что Фрейд в своих именно философских, больше не психологических трудах, он говорил о том, что человеком движут две силы, эрес – любовь, и тонатос – смерть. Я сейчас вот вспоминаю там истории о сектах, которые были в последнее время, или там десятилетия назад, и очень много есть сект, которые вот как раз были посвящены уходу из мира, которые заканчивали там, не знаю, огромным массовым самоубийством и так далее, и так далее, можно и вспомнить, и Мэнсона, и так далее, и так далее. Но я не могу сейчас вспомнить ни одной секты, целью которого было бы увеличение рождаемости. Как-то все они как раз уходили в сторону Тонатоса, а не эреса. Секты такие действительно отсутствуют, я думаю. Хотя они были секты, которые… Были общины. Они были не о рождаемости, но они были о дозволенности плоткой любви, плоткой любви всех со всеми, о том, что имущество, а также сексуальные партнеры должны быть всеобщими и так далее. Какое-то тоже бывало. По-моему, они назывались адамиты, мне кажется. Были, да. Но это было скорее ради процесса, а не результата. Вот, мне кажется, когда католическая церковь истребляла катарскую ересь, возможно, не последнюю роль в этом играл уж призыв к прекращению существования человечества, что входило в прямую, в прямое противоречие с известной заповедью «Плодитесь и размножайтесь», свойственная всем авраамическим религиям. Говоря о современных, у нас сегодня будет рекламная пауза или у нас не предвидится? Я думаю, да, мы должны, вот давайте мы как раз сейчас и прервемся на рекламную паузу, а после нее уже продолжим больше про современность. Здравствуйте, уважаемые слушатели, мы вернулись в эфир. Это передача «Диагноз недели» с Ириэлем Резником Мартовым. Сегодня мы обсуждаем антинатализм, то есть философское, а не личное убеждение в том, что человеческий род не должен продолжаться и причиной возникновения такого движения. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, номер WhatsApp 230-6191, звоните, пишите, что вы думаете по этому поводу. Может быть, среди наших слушателей тоже есть антинаталисты, они могут высказать свою точку зрения по этому вопросу. Может. Я бы антинаталистов не встречал, хотя встречал людей, которым, как бы это сказать, вряд ли это были искренние антинаталисты, это люди, которые доставляло удовольствие так эпатажно порассуждать на эти темы, дабы справиться и скрыть окружающих на бурную дискуссию. Из того, что я видел в интернете, у меня есть множество именно таких знакомых, именно интернет-знакомых, которыми я не встречался лично, но с которыми я общаюсь в сети. И я заметил, что такое схожее, по крайней мере, с антинатализмом движение, оно у многих молодых людей есть, у подростков и до 25 примерно лет. И я всегда это связывал именно с возрастом, с желанием вот такого немножко циничного выделения, как всегда есть стремление у подростков к такому спору с обществом, и оно выражается в разных формах. И вот антинатализм это одна из тех форм, которая приобретает. Был у меня, например, знакомый, который был уверен, что он умрет в 27, и что после 27 уже как бы нет особого смысла дальше жить. 27, вот он пик развития. Видимо, имею в виду клуб 27, но сейчас ему 28, он женат, и у него все прекрасно. Ну, вы понимаете, подросток, есть такое мнение, что подростковый период своего рода такой неизбежный, неизбежный психоз, стадию которого проживает любой человек в той или иной степени. Бывают подростки, люди с такими оголенными нервами, и все они чувствуют куда острее, чем взрослые люди. И, наверное, иногда это боль, которая не переживает, конфликты с обществом заставляют задумываться о жизни и смерти. По-моему, кто-то из писателей Серебряного века, Брюсов, если не ошибаюсь, говорил, что в определенный момент над каждым подростком витает демон самоубийства. А там где демон самоубийства, там есть и рассуждения о том, нужно ли человеку жить вообще. Так вот, о современных антинаталистах. На сегодняшний день, насколько я успел понять из всякой информации, был хороший обзор на сайте BBC о современном антинатализме. есть группы в соцсетях. Как они пишут, группы в Фейсбуке это 6 тысяч человек. Где-то есть какое-то движение, которое объединяет более бы 35 тысяч подписчиков. Не очень большие. Не очень большие для... с точки зрения масштаба в Фейсбуке есть, но с другой стороны, с того, что уже десятки тысяч. Это не так уж и мало. И эти люди очень разнообразны. И тоже, как мы все перечисляли разные движения, кто-то пишет о том, что, являясь убежденным экологом, считают, что человечество как фактор, разрушающий природ, должно исчезнуть. Почему-то речь идет о человечестве, а не о себе самих. Но эти люди тоже не хотят рожать детей, дабы не вредить природе. Сразу вспоминается почему-то так чисто ассоциативно известная премия Дарвина, которая формулируется, вручается посмертно и формулируется как вручение награды за избавление человеческого генофонда от себя самого. Да, поэтому ее не могут получать люди, у которых уже есть дети, они не подходят под техническое описание этой, потому что они уже оставили свой генофонд в земле. И мне кажется, у них был один лауреат, если можно так его назвать лауреатом этой премии, который остался жив, но в результате происшествия больше не может иметь детей. И вот он единственный живой лауреат, потому что он тоже избавил мир от своего генофонда. Ну вот, например, есть люди, которые считают, что не должны иметь детей люди с психическими отклонениями. И здесь мы вступаем на опасную территорию науки. Это у нас Евгеника. Но это даже не наука, насколько я понимаю. Ну, считалась наукой когда-то, которая речь шла об очищении и улучшении человеческой породы. И вот мы вспоминаем Гитлера и истребление психически, массовое истребление психически больных людей в Германии. Или были другие страны, где психически больных людей, особо их не спрашивая, просто стерилизовали. И это были впоследствии невероятные скандалы, когда выяснил, такое количество людей даже не будут проинформированы, были стерилизованы. Вот так вот есть люди, которые это одобряют. Есть люди, которые считают, что и пишут в открытых сетях, что человечество ничего не приносит окружающему миру, живым существам, кроме боли, зла, страданий. Это так называется мизантропический антинатализм. И уже поэтому человечество должно исчезнуть. Давайте задумаемся, уважаемые слушатели. По идее, что такое антинатализм? Это, может быть, не такой, как... Может, такое учение о тотальном геноциде? Только геноциде в масштабах всей планеты. Это учение, пока еще не призывающее к истреблению жужа живых людей. Но аргументы схожие. Это учение, призывающее к постепенному вымиранию, нерождению. И вот у меня возникает интересный вопрос. В общем-то, это учение, призывающее к смерти. Что такое люди, которые отстаивают учение о смерти, отстаивают призыв к умиранию? Как выяснилось, честно пишут о себе многие участники этих антинателлистических групп, это люди тоже страдающие различными психическими расстройствами. Кто-то упоминает о себе, что ему ставили диагноз депрессии и шизофрении, кому-то ставили другие диагнозы. Но, наверное, человек, который говорит и призывает к смерти, это человек страдающий. Это человек очень страдающий, и для него и его собственно жизнь не является полной радостью. Поэтому человек, естественно, проецирует на окружающий мир других людей. Мы же всегда меряем в основном окружающий мир с собственным опытом. Если собственный опыт человека говорит ему, что жизнь это беда и страдания, значит, это беда и страдания для всех. Для всех, для детей, которые еще не рождены, а те, которые появятся и будут страдать. Поэтому человек искренне убежден, что он призывает к чему-то доброму. Но мы в самом начале передачи разграничили антинатализм и child-free, тем самым, что антинатализм это движение, основанное на каких-то логических рациональных причинах, вроде экологических причинах или мизантропских причин, а child-free это просто личное нежелание иметь детей. Я вот думаю о том, не может ли какая-то может быть даже значительная часть антинатализм на самом деле быть child-free, просто боящимися выпускать детей в этот мир, потому что если посмотреть новости и так далее, конечно, страшно, но при этом ищая это рационализируя на самом деле, не говоря, нет, я не боюсь, у этого есть логические обоснования, как можно выпускать детей в мир, где войны, землетрясения, изменения климата и так далее, и так далее, и так далее. Дети в этот мир появляются уже десятки и сотни тысяч лет. И как-то появляются, и войны происходят, и климата. Child-free немножко другая история. Правда, я думаю, child-free тоже весьма разнообразны в объяснении, почему не надо иметь детей. Кто-то искренне говорит, я хочу наслаждаться жизнью, есть масса других интересных занятий в жизни, помимо взращивания детей, кто-то говорит с некоторым тоже пафосом, о том, как ужасен этот мир, зачем выпускать кого-то еще. Кто-то говорит о том, что мир и так полон несчастных детей, лучше усыновить кого-то из них и взращивать. Кто-то говорит о том, что мир так много захватывающего, кроме взращивания детей. Правда, сколько я знаю людей, которые говорят о захватывающем в мире, небольшая часть из них посвящают вот это времяпровождение профессии, науке, искусству и так далее. Большинство под захватывающим подразумевают некое проведение времени с удовольствием. Долгое время считалось, что child-free это удел присыщенной европейско-американской культуры. О том, что европейцам нравится наслаждаться этой жизнью, о том, что женщины получили возможность зарабатывать деньги самостоятельно, не завести от мужчин, поэтому вовсе не нужны дети, чтобы быть нужными мужчинами, что, наверное, правда. Но, оказывается, та же история захватила и Южную Корею, и Японию, и все это является серьезной проблемой. Да, у них же там огромное количество пенсионеров, потому что Япония известна своими долгожителями, и сейчас не хватает просто работающих людей, чтобы обеспечить пенсии, пособия и так далее. Я читал как исследование статью о Южной Корее, и описываю, что многие южнокорейские женщины говорят, что мы не хотим рожать, во-первых, потому что у нас сексистское общество, потому что как только ты начальству нежелательно, чтобы ты беременела, когда ты беременешь, тебя начинают всячески ущемлять и вынуждать выйти с работы. Утверждают, что южнокорейское общество, я с ним не знаком, только верить на слово, что мужчины в южнокорейском обществе никогда не поддерживают свою жену, поэтому многим женщинам нравится зарабатывать деньги, делать карьеру, жить свободной жизнью, и не зависть от своих мужчин. Ну, так это или не так, наверное, каждый решает для себя. Вот все-таки это не только, я похож, это не только удел европейского или американского, что удел, это удел любого, скажем так, экономически процветающего общества, похоже на то. Здесь есть некое противоречие. Если есть люди, которые говорят, что мы не хотим выпускать детей в этот страдающий ужасный мир, то есть мы посмотрим, все как-то наоборот. В странах Африки, в странах Востока, где экономически не очень хорошо, детей рожают и по многу. Но ведь, когда вы только что говорили про Южную Корею, Японию, вы как раз сказали, что у них мотивация не ужасающий мир, а как раз-таки неудобства, в первую очередь, для женщин, связанные с рождением ребенка. И это движение, оно стало более активным как раз тогда, когда у женщин появилась возможность заниматься другими вещами, по сути. Потому что, если мы говорим об африканских странах, мы все-таки им в плане равноправия, они находятся позади европейских стран, США и так далее. И во многих странах, ну вот Африки, в Узнобно-Азии, и так далее, ценность, извините за такое слово, женщины, она именно в количестве детей. И у женщин на тех континентах просто нет особого выбора и возможности стать child-free, как же не было там, скажем, сто лет назад и у европейских женщин, двести. Мы здесь задаемся философским вопросом. В последнее время речь идет о борьбе с печальным наследием патриархатом. Да. Движение борьбы за права женщин, движение МИТУ, широко известное и тому подобное. И, по идее, трудно возразить против того, что борьба за права женщин это благое дело, что женщина наделена, должна быть наделена всеми мужскими правами, всеми но тогда возникает странная история, почему при патриархате человечество размножалось и росло, а во времена прав каждой отдельной личности рождаемость начинает стремительно падать. Мне кажется, это как раз-таки очень логично, потому что вот те самые южнокорейские женщины, которых вы цитировали, действительно, ведь для женщины и для мужчины беременность это два разных процесса. Мужчина, конечно, если мы говорим об идеальной даже семье, он заботится о своей жене, он ее поддерживает, но в итоге физиологические процессы происходят с женщиной, женщина оказывается на какой-то достаточно длительный срок выключена или пока минимизировано ее воздействие на работе и так далее, сам процесс родов он крайне болезнен. Артем, это понятно. Я говорю, я не о том, я понимаю, что кто-то не хочет рожать, кто-то хочет жить, но интересно, что в обществе благое по сути свое дело начинает перекликаться с движением за вымирание человечества. Это правда. Но мы как раз живем, то есть движение в мету всего там пару лет, хоть и там суфражистки появились еще сто лет назад, но на самом деле какой-то реальный выход из этого, какое-то реальное развитие процесса, оно происходит не так давно. Мне кажется, просто общество еще не очень научилось жить в этой новой парадигме вещей. Я думаю, что спихивать все только на женщин по меньшей мере несправедливо, потому что, ну, проведите вопрос среди современных мужчин, кто из них хочет иметь троих, четверых, пятерых детей, кто из них готов заниматься заботой об этих детях, снабжением их, взращиванием, расходами на их образование и тому подобные вещи. Я думаю, речь не только о женщинах, которые не хотят рожать. Ну, конечно, нет, нет, этого я не предполагал, но еще же, мне кажется, это немножко перекликается с процессом, связанным с тем, что сейчас самостоятельная жизнь, взрослая жизнь, она начинается позже, то есть средний возраст, рождение первого ребенка для женщины становится выше, если, например, лет 10 назад это было 25 лет для женщин, 24, сейчас это уже 27-28, если не ошибаюсь, я такую статистику видел по Латвии, по крайней мере, и вообще, в принципе, взрослая жизнь, она наступает немножко позже для людей сейчас, и это уже относится и к карьере, и к семье. Это правда, и опять у нас есть права, и у каждого есть право выбрать комфорт. Ну, если когда-то у человечества была цель размножаться и расти, и любой народ понимал, что чем он многочисленнее, тем больше его шансы на выживание, чем больше его шансы на превосходство над другими народами и так далее, то сейчас, наверное, многие этим просто не озабочены. Другой вопрос, что думать, что в результате движения Child Free или антинатализма, если сторонники антинатализма не доберутся до какой-нибудь ядерной кнопки, кто-то из них писал, что хорошо, была такая красная кнопка, нажать на него, что человечество просто исчезло. К счастью, пока такой, пока что такой кнопки ни у кого сопряжения нет. Так вот, мне кажется, что эта история с Child Free и антинатализм это удел стран процветающих. Это удел стран, где люди хорошо зарабатывают. На карте человечества еще много стран, которые совсем не так хорошо зарабатывают. Поэтому, очевидно, если какие-то народы будут уменьшаться, вымирать и так далее, их место будут занимать другие народы, что на протяжении человечества в общем-то и происходило всегда. всегда на место расслабленного, изнеженного культурного народа приходили кочевники, варвары, кто угодно, которые занимали его место и постепенно сами становились культурными, изнеженными, расслабленными, уступали место кому-то следующим. Сейчас-то в рамках глобализации народ все меньше и меньше становится заметно в этом разделении на народы. Я думаю, что... Нет? Если мы сравним территорию Европы с территорией Африки, с территорией Азии... Ну, в Африке да, еще, конечно. Я думаю, много где заметим разницу, очень сильную причем. Так вот, может, подытоживая, вы сегодня, Артем, упомянули о Аберосе и Танатасе. Да. Мы все равно, если говорим о каком-то стремлении к смерти, все мы приходим к теме того же Танатаса. Потому что история об исчезновении человечества это, конечно, мир торжества Танатаса, мир торжества Ангела Смерти, Бога Смерти. И почему об этом есть, как мы знаем, индивидуальное бессознательное есть описано юнгом коллективное бессознательное. Очевидно, в коллективном бессознательном тоже присутствует Танатас. Очевидно, тяга к исчезновению, тяга к умиранию может посещать не только отдельных людей, но и целые народы и цивилизации. Что нам подсказывает человеческая история? Очевидно, ну, все-таки психотерапией, которой занимаюсь я, мы все-таки здесь идем не от частного к общему, а от общего к частному. Есть какие-то конкретных людях, в которых этот Танатас доминирует. Может, кто-то обвинит в узости подхода, но мне кажется, Танатас, на уровне отдельных людей, это всегда история отдельно взятого человека и его семьи предшествующих поколений. Это всегда личная история человека, для которого в итоге жизнь почему-то очень мучительная вещь. И может быть, не смерть как суицидальная попытка, но смерть как история о неимении детей, или конкретно самим человеком, в случае child free, или целым человечеством, как в случае антинаталистов, катаров и тому подобных людей, это всё-таки мы всегда упрёмся в индивидуальную травму, мне так кажется. Мы всегда упрёмся или в индивидуальную травму, или в травму, которая приходит к тому, что комфорт и наслаждение жизни для меня превыше какого-то загадочного, мистического долга перед человечеством, каким-то народом, кому я должен. Мы живём в те времена, когда фраза «никто никому ничего не должен» доминирует. И это не то, что поддаётся переубеждению. В общем, наступают такие моменты, знаете, когда люди занимаются профессиональным бодибилдингом и начинают употреблять различные гормоны. Вот сейчас колются аналоги мужского тестостерона и так далее, то когда в крови концентрация искусств тестостерона достигает высокого уровня, то собственный тестостерон перестаёт вырабатываться. За ненадобностью. Да. И может это ведёт к атрофированию яичек у мужчин, потому что они больше и ни к чему, его и так полным-полно. Вот мне кажется, что-то похожее возможно происходит с человечеством. Когда у нас есть вот это огромное количество индивидуального наслаждения жизни, такой подход, или огромное количество страха перед жизнью, то на индивидуальном уровне желание размножаться, желание приумножать человечеству, это исчезает. Возможно, это я фантазирую, конечно, но у меня тоже есть какой-то принцип обратной связи. Почему-то как не вырабатываться тестостерон у людей, злоупотребляющих искусственные гормоны, так же исчезает потребность в размножении у людей, которые или поражены болью, депрессией и так далее, или люди, которые настолько поражены радостью своего существования без отягощений, что потребность появления в себе подобных просто пропадает. с этой мыслью мы, наверное, и закончим. Не обместись, да простите нас, Аркадий, ну что поделаешь. Ну, каждый все равно решает сам за себя, иметь детей или не иметь детей. С вами была передача «Диагноз недели», ее провели Риэль, Резник Мартов и Артем Липин. Вы не переключайтесь. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok